Ребята, всем доброе-доброе утро. Вышли мы с Барнюшечкой на прогулочку. У нас утро такое дождливое, пасмурное. И смотрите, впереди та гора, на которой мы были. Посмотрите, её прям так хорошо видно. Видите, она вдалеке. Да, Барни? Пойдём. У нас сегодня Барнюшка модный, в новом прикиде. Посмотрите, в новом прикиде. Ой, замёрз, трясётся, ой, замёрз. Да, мальчуган в новых нарядах? Пойдём? Пойдём скорее. И это в 4 часа. В общем, я погуляю, думаю, порядочек наведу. Кушать сготовлю что-нибудь, не знаю ещё что. В общем, кушать накормлю, и потом пораньше пойду. В магазин мне надо зайти. Не знаю, получится, не получится. Хотела немножечко поснимать, но, может быть, получится, не знаю. Пойдём. Сыро, очень сыро, посмотрите как. Вот он мой мальчуган. Красавчик. Листопад. Снежок хочется. Не знаю, будет в этом году у нас снег, не будет, мы не знаем. Как будет, так и будет. Вот он, красавчик мой, любименький. Так, нет, 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 нет. Это что такое, начинаешь там подлизывать? Ой, больше всего этого боюсь. Когда он что-то там начинает. Вот засранчик маленький. Не надо, парнюшенька, не надо. А то потом, не дай бог, что-нибудь опять будет. В общем, вот так вот, ребятки, прогуляемся. Видите, уже деревья лысые становятся. Ещё есть листики, но уже почти что-почти что-почти что. Прям на глазах. Каждый день вот так гуляешь, наблюдаешь. И вот на глазах всё меняется, меняется. Всё желтеет, всё падает. Красота, конечно, красота. Да, впереди там вот такие сопки леса. Сейчас приближу, посмотрите. Видите, какие красивые, красивые. Да, барни? Как хорошо так гулять. Вообще хорошо утром. Да в любую погоду. Мне так нравится. Раньше себя, знаете, не заставишь, чтобы выйти вот так с утра, да? Обычно, знаете, если куда-то идти, а так вот, чтобы с утра так прогуляться. Классно ведь, классно. Цвета такие красивые. Очень красиво всё. Прям красно-жёлто-розово-оранжево. Да, барнюшка, тебе тоже нравится? Тоже любуется ребёнок. Ладно, долго не буду с вами. Сказала, что у меня сегодня термин. Знаете, вот кто-то здесь живёт, видите? Вот такой целый контейнер набрал листьев от своего дома. Его должны забрать. И за это тоже люди платят деньги. За этот мусор, что ты выбрасываешь. За эти листья, ветки. Я хотела сказать, что не знаю, какой цвет мне сделать. Ну, видите, у меня какой-то такой рыжо-красный немножко. И не знаю, как возьмётся цвет другой, допустим, на этот цвет, да? Тут тоже надо смотреть. Конечно, от парикмахера зависит. Но это парикмахер, к которому я сегодня пойду. Она очень опытная женщина. Она такая, очень хорошо её делает. Я, конечно, не буду такого ничего говорить. А то, знаете, вдруг что-нибудь не так будет, да? А потом вы скажете, ой, чё попало. Посмотрим, как она меня подстрижёт. Но в прошлый раз мне очень понравилось. Очень понравилось, как она сделала. Молодец. Я уже отросла, уже на голове-то ничего нет, знаете. Уже ни формы, ничего. Я даже уже уложить ничего не могу. Да, Барнюшка? Он полянка наша какая. Хорошая. Гуляем, бегаем. Тут грибы есть, но я сейчас не буду заходить. Тем более после дождя. Не хочу. Охота, не очень-то охота. Девушка побежала, спортсменка. Так, ещё у меня, девчонки, новость такая. Если себе новый телефон заказала. Новый телефон заказала. Не просто заказала, а для работы. Именно для работы, для блогерства. Тринадцатый. Айфон тринадцатый. Промакс. В общем, конечно, дороговато. Дороговато. Но он придёт только мне, знаете, когда? С тридцатого декабря по третье января. Вот. Тоже, видите, в дефицитах. Но хотя цвета разные. Я голубой хотела. Я себе заказала голубой. Потому что у меня золотой есть. Серебряный у меня был другой. Я что-то его не захотела. Зелёный был. Красный был. Оранжевый, по-моему, был. Ну, серый там. Такой стальной. Но я себе именно голубой. В общем, муж не против. Нет, не против. Насчёт телефона он не против. Говорит. Конечно, говорит, если это твоя работа, ты снимаешь. Вот именно, знаете, вот я смотрю, грибы нет. Я перескакиваю с тем и на тему. Он говорит, если ты снимаешь, да, тебе надо. И действительно, этот телефон, кто знает, кто разбирается, он не просто для того, чтобы лишь бы только, знаете, купить. И там для разговоров. Именно для съёмок. У него большая память 512. Он классно снимает. У него классные картинки. У него цвет классный. Ну, у него вообще, знаете, он более усовершенствованный из всех вот этих телефонов, да. Он такой, ну, в общем, знаете, самый лучший, наверное, для блогерства. У него стабилизация очень классная. Если вот я этой камерой иду, у меня рука трясётся. И у меня, хотя у меня 11-й, да, вот тоже Pro Max. У меня рука трясётся, и всё это всё равно передаётся. А там более усовершенствованный. Там даже если будет рука трястись, да, там этого, ну, как бы я не знаю. Я точно не буду говорить. Мы посмотрим потом. Ну, так говорят, да. Так говорят, что говорят в Москве курдаят. Ну, посмотрим, да. В общем, заказала, заказала. Недёшево, ребят, стоит. Заплатила. У нас ещё Мирверстоер берут. Это налог 19%. Короче, я заплатила 1600 евро. Вот. Вчера сразу же вечером заказали с мужем. Посмотрел, он тоже одобрил. Ну, как же без него-то? Куда же? Не. Мне ж надо, чтобы хозяин-то одобрил. А как же? А то скажут, вот, велик. Как сказать, он ещё не согласен на него. До сих пор у нас дискуссии идут по велику. Ну, я думаю... Ой-ка, ёлка. По велику у нас до сих пор мы всё спорим, дискутируем. Ой-ка, ёлка красивая, обалденная. Ой, она прям вся одна к одному. А там так красиво тоже листья. Ой, вдалеке. Листопад такой. Так, ну что, можно туда пройтись, посмотреть или не надо? Тут ещё розочки цветут. Ну-ка, пойдём посмотрим. Красавчик мой с тобой. Я цветочки обожаю просто. В общем, дискутируем по велику до весны. До весны он мне сказал, давай, может быть, потом гибрахту возьмём. Ну, как поддержанный. Всё-таки подешевле. Ну, посмотрим, да. Или новый. Ну, новый 7 тысяч стоит. Даже с лишним. Потому что так к нему всякие... Ещё и причиндалы надо, всякое такое, знаете. Ой, как красиво здесь. Сюда не надо в туалет ходить. А вот здесь мне нравится. Ой, испугался. А, там колючки. Накололся, да? От розы колючки. И он это накололся. Наверное, аж завизжал ребёночек мой. Смотрите, как красиво. Какие листики. Прям листопад, как будто ковром всё покрыто. И ёлка. Обалденно красиво. Ну, сейчас опять наколешься. Ой, красиво как. Красиво. Правда нравится? Ой-мой-мой-мой. Ну, надо тут, надо обновить. Ты тут был? Ну, давненько летом мы как-то заходили сюда. Так, куда пошёл? Иди сюда. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Тут ветки тоже сломаны. То, что вот ураган был, поломали, так и не забрали лежат. А там уже травка зелёная. Здесь он обстригли. Всё. А там улочка уже можно будет пройти. Ну, мы пойдём обратно. Мы не пойдём туда. Ой, как хорошо здесь гулять. Да, скази? Ну, в общем, ребят, вот так новость я вам сказала насчёт телефона. И потом я себе для съёмок беру. Именно, чтобы снимать, вам показывать. Не просто, что я его купила, что я то его хотела. Конечно, у меня это тоже новый ещё телефон. Ему год только в мае будет. Или подождите. Нет, ему в мае уже второй год пошёл. Был уже в мае год. Уже полтора года у меня этот телефон. Но он тоже у меня хорошо послужил. Я это снимаю на нём. Карту потом мне надо будет памяти купить. А на том телефоне две карты памяти. Но мне две карты не надо. Я просто одну сделаю. Иди сюда. Мне две не надо. Иди сюда. Нет, нет, иди сюда. Иди сюда. Барнёж. Не надо туда. Пожалуйста, иди сюда. Пойдём так. Куплю карту. Чтобы одинаковые номера были. Всё было одинаково с этим телефоном. С этого не буду, наверное, вытаскивать. Пускай два будет. Мало ли что, знаете. Хотя там тут небольшая память. Там большая будет. И для меня это очень важно с памятью. Потому что, знаете, когда много снимаешь. И здесь небольшая такая. Я без конца стираю эти видосики. Да? Ну, как фильмы. Так можно их немножечко хранить. Или... В общем, не знаю. Посмотрим. Не буду ничего говорить. Посмотрим. Вот так вот. Ребятки. Ай-яй-яй-яй-яй. Так что у меня вот такая радость. Телефончиком заказала. Он, конечно, потяжелее, чем вот этот мой. Одиннадцатый. Хотя я говорила как-то где-то что-то. Что мне он не нравится. Что-то это. Да, знаете, после Самсунга. Да, у меня же Самсунг был. И с этим телефоном немножко у меня было сложнее. Пойдем. Было сложнее. А я сейчас научилась. Все. Поняла, как. Все. И все нормально теперь. Так. Ну-ка вперед. На всех рассматривает. Пойдем. По почту привозят. Так, я что-то наступила. У меня тут что-то листик. Почту тетенько принесла. Видишь, раскладывает. Пойдем, пойдем. Все тебе надо знать. Любопытный мальчик. Все ему надо знать. Все видеть. Так что вот после Самсунга мне было сложновато. Муж мой тоже сказал сначала, ой, нет, я в этом телефоне не разбираюсь. Я это... У него тоже Самсунг. Тоже последний, по-моему. Я не знаю точно. По-моему, да. У него сейчас еще новый, предпоследний тоже Самсунг. Но он его это... Просто у него лежит. Он им не пользуется. Потому что говорит, ну я пока этот устраивает. Я говорю, а тот он, да, пускай лежит. В общем, такие вот дела. Фу, запыхалась в гору немножко. Пока иду. Да, барнишка? Ой, впереди там избушка какая-то сломанная стоит. Что за избушка? Ой, какать мысь. Ну что там увидели? Заглядывает по решетку. Теперь я насчет парикмахерской, насчет моих волос. Не знаю, какой цвет будет, как мне сделает. Но стрижку, конечно, я хочу короткую. Прям короткую-короткую. И хочу, знаете, уже как. Как-то под свой седой волос, наверное. У меня уже седина конкретная. Конкретная. Знаете, мне приходится в месяц по два раза красить волос. И поэтому надо что-то уже как-то думать. Что-то. Если рыжий, действительно, оно тоже видно. Знаете, седина отрастает. Тоже все равно надо подкрашивать там корни. Все. Ну, каждый раз, знаете, нельзя. В общем, я так думаю, может быть, мне такой цвет сделать. Знаете, такой-то под седину, немножко с голубизной. Или, может, немножко в розовый. Или, не знаю. Извиняюсь. Вот, немножко в розовый. Нельзя сюда. Тут люди садят. И нельзя, чтобы собачка. Там собачка злая. Он фотография. Что собачка здесь злая. Да-да-да. Вот здесь, там вон фотография. Там собачка. Она как выскочит, и тебя схватит. И вот, и я прям не знаю, если честно. Какой цвет сделать. Конечно, я уже разговаривала с парикмахером. Она у меня спросила, что вы хотите, да. Я ей сказала цвет. Какой она меня помнит? Она говорит, конечно, с красного, говорит. С такого, говорит, рыжего-красного. Тяжело переходить на какой-то там, если постепенно только. Ну, посмотрим. Мы же будем состригать. Будем короткую стрижку делать. Не хочу никакие вот эти длинные волосы. Я всю жизнь длинным волосом была. А знаете, сейчас возраст уже. Зачем мне этот длинный волос? Он только, знаете, старит. Чем женщина старше, тем, короче, волосы. И надо за собой немножко. Тогда аккуратнее голова, да. А сейчас я говорю, у меня все отросло. Я не могу себе даже ничего сделать. Я вот помыла голову, начинаю укладывать. У меня ничего не укладывается. Смотри, горло закладывает. Простите, пожалуйста. Вот. Смотрите, какая елка шикарная. Да, прям в ветви так у нее спускаются красиво. Ой, какая красота. Боже ты, мои березки стоят. Боже, боже, боже. Ой, нравится мне вот так вот все вот это. Вот хожу, рассматриваю. Ну, красотень, красотень. И шишки у нее такие, знаете, как прелесть. Ну, шишек у меня дома много. Я набрала уже, чтобы там что-то делать. Но они такие сырые, видите, после дождя. Ну, ладно, Барнюшенька, пойдем, мой котик. Это наша улица. Сейчас мы свернем туда. Там потом на наш уже, наш приулочек. Пойдем, мой котик. А там наш город. Видите, покажу вам. Вон там. Так, 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 что мы делаем? Писемь, да? Я за ним смотрю, потому что это... Чтобы он ничего не хватал, не лизал. Постоянно боюсь. А мужу моему пофигу. Он ходит и это... Не смотрит нифига. Я уже, говорю, аж до ругачки с ним. Это вообще кошмар. Он мне говорит, а что? Ну и что? Ну и ладно, говорит. Ну и подумаешь. А я же смотрю. Я говорю, ты семечки ходишь, щелкаешь. Кого ты смотришь? Ничего ты не смотришь. Пойдем, мой котик. Пойдем, пойдем, мой котик. Что там, машинка? Пойдем. Пойдем, иди впереди. Веди маму. Пойдем домой. Мы уже долго гуляем. Я кофе хочу. Сегодня еще кофе не пила. Утро же еще. Я таблетки свои выпила. От давления выпила. От щитовидки выпила. За полчаса до еды пить надо. Ну я где-то за час так пока, час погуляю. Потом прихожу уже. Ну и муж тоже от давления, ребят, таблетки пьет. У него не только диабет сахарный. Он и от давления пьет. У него, знаете, какое давление бывает? Ой-ой-ой. Аж зашкаливает. Иногда аж страшно. Стройка. У него, знаете, какое давление? У него, знаете, 220 бывает. И он тоже постоянно таблетки пьет. И вот действительно ему надо диета, диета. Как неправильно говорю, диета. А он вообще это, это ноль. Смотрите, как красиво здесь. Тоже прям классно, классно. Мне так нравится. Хожу постоянно, любуюсь. А здесь вот дом строят. Видите, какой дом строят. В общем, диета ему нужна. Давление, конечно, у него бывает такое, что это. Но он уже к этому давлению привык. Тоже медикаменты пьет. А диабета он у него, он уже ширяется. Или как это называют? Укол делает. Таблетки уже не пьет. Он колется уже. Или как? Колется, да? Не знаю. Короче, да, ребята. Инцелином. Такие вот дела. Не очень-то весело. Знаете? Поэтому тут, знаете, надо. Когда я ему говорю, это бесполезно что-то. Поэтому это тема закрытая. У него слово, знаете, какое? Хочу. Вот хочу. Я хочу, он мне говорит. Я хочу. И все, с этим ничего не сделаешь. Или у него нет, или хочу. Все, я хочу. И достает сладости и ест. А я хочу. Все. Это бесполезно, что ему нельзя. Что это вообще. Я говорю, ходит же на всякие вот эти вот. Так. Вот их собирают, да. Кто болеет, диабетики, да. Там им проводят всякие такие консультации, да. Что им кушать можно. У него даже брошюрочки дома есть. Приходят специально от врача. Бесполезно. Бесполезно, ребята. Это я вам говорю. Я уже сколько с ним воевала и билась. Это бесполезно. Пускай это его здоровье. Если он не хочет за своим здоровьем, не хочет при... Как? Ну, я что могу сделать? Я только могу и посоветовать, и говорить. Больше я ничего не могу сделать, да, Барнюшка? Пойдем домой. Пойдем в нашу собачку, посмотрим. Сейчас я тут перешагну. Боюсь, чтобы в какашки где-нибудь не наступить. Хотя он нас убирает. Но знаете, всякое бывает. Вот эта улочка к нам тоже домой ведет. Переулочка. Вот это. И там дальше тоже есть такое. Тоже к нам домой ведет. Ну, мы ходим то так, то так. Так что так, ребята. Такая вот жизнь. Такое все, да. Дайкази, вот такое все. Вот Барнюшка у меня появился, и мое хобби встало, и все у меня встало. А мое хобби – это моя жизнь. Вот она. Состоит из всего. Правильно мне кто-то написал? Ваше хобби – ваша жизнь. Вот это правда. Это правда. Истинная правда. Так оно и есть. Каждодневная вот эта вот, знаете, сейчас собака воскатит и будет кавкать на Барнюшку. Он уже хвостиком виляет, если он здесь. Ой, ой, виляет хвостиком. Увидел, наверное. Нет, его нет. Он его нет. Он, наверное, гуляет тоже с хозяином пошел. Тут даже, знаете, в своих домах собаки живут, их тоже всех выгуливают. Обязательно. Не так, что они там сидят дома, у них там свой дом, они вышли во дворе погуляли. Всех обязательно выгуливают. Пойдем домой все. Уже кофе хочет пить. Кофеечек хочу, кофеечек. Мне сейчас посуду надо постирать, посудомойки загрузить. Потом что, или там загруженная. Потом что мне надо сделать? Кошек покормить, я еще их не кормила. Ну и вот так вот. Все. Дела, дела домашние, ребят. Дел много, знаете, говорю, дня не хватает. Как только что-то начинаю, пойдем. Все, у меня дням не хватает. Это правда. Все, пойдем домой. Пойдем. Это наша улочка. Пойдем домой с колей. Ай, домой, котик. Пойдем с колей домой. Веди маму домой. Где ты живешь? Покажи маме, где ты живешь? Покажи всем, где ты живешь? Где барнюшка живет? А? Где живет? Скажи, я в Германии живу. Ой, ты мой сладкий. Такие вот, ребят, дела. Чего там такое? Чего там такое? Пойдем, пойдем. Веди домой маму. Быстрее. Маму домой веди. Ты же хороший мальчик. Ты знаешь, где дом? Где ты живешь? Давай, давай. Ой, да. Такая, ребят, жизнь. Так вот. О, здесь так красиво. Мне нравится. Тут очень люди состоятельные живут. Такие, знаете, непростые. Какую-то должность имеют. Не просто какой-то простой человек. Я вот уже увидела, заметила, какие они такие. Ну, видно, какие-нибудь там какую-то руководящую должность имеют. Потому что дома действительно шикарные, красивые такие, знаете. Простой человек даже себе такой дом, знаете, миллион стоит. Миллион такой дом. Даже и больше полтора. Поэтому вот нам еще удалось здесь ухватить себе. Да, вот купили мы три года назад. Уже почти три года, да. Мы пока ремонт там делали. Вот это вот хорошо, что мы успели еще до пандемии переехать. Если бы сейчас вот это все, да, мы бы вообще ничего не успели бы. Да и то мы нанимали, да. Нам тут наделали, напортачили столько, что вот сейчас заходят, бери, переделывай. До сих пор эти недоделки, недоделки, недоделки. Ну, ничего, когда-нибудь сделаем. Я всегда говорю, Москва не просто строилась, да. Ему тоже говорят. Видите, он все у меня устает, устает. А нет, кто бы делал, да? Я ему тоже говорю, надо нанять, сделать. Ага, еще чего? Я говорю, а сам, у тебя времени нет, ты устаешь. Так, мне многие пишут, наймите. Конечно, нам надо нанять, но он против. Я уже сколько раз ему говорила, вот будешь на работе, я найму, там узнаю, кто бы это. А он мне говорит, ну-ка попробуй, только попробуй. Я говорю, да, да, попробую. Вот так вот. Да, больнойская? Папка, ну, скажи, такой, нехалюсий человек. Пойдем домой, все. Да, домой? Травку кушать? Ну, покушай травку. Ну, а здесь так красиво, мне нравится. Тут очень люди состоятельные живут, такие, знаете, непростые. Какую-то должность имеют. Не просто какой-то простой человек. Я вот уже увидела, заметила, какие они такие. Ну, видно, какие-нибудь там, ну, какую-то руководящую должность имеют. Потому что дома действительно шикарные, красивые, такие, знаете. Простой человек даже себе такой дом, знаете, миллион стоит. Миллион такой дом. Даже и больше полтора. Поэтому, вот, нам еще удалось здесь ухватить себе. Да, вот купили мы три года назад. Уже почти три года, да, мы пока ремонт там делали. Вот это вот хорошо, что мы успели еще до пандемии переехать. Если бы сейчас вот это все, да, мы бы вообще ничего не успели бы. Да и то мы нанимали, да, нам тут наделали, напортачили столько, что вот сейчас заходят, бери, переделывай. До сих пор эти недоделки, недоделки, недоделки. Ну, ничего, когда-нибудь сделаем. Я всегда говорю, Москва не просто строилась, да. И муж тоже говорит. Видите, он все у меня устает, устает. А не, а кто бы делал, да? Я ему тоже говорю, надо нанять, сделать. Ага, еще чего. Я говорю, сам, я говорю, а сам, у тебя времени нет, ты устаешь. Так, вот мне многие пишут, наймите. Конечно, надо нанять, но он против. Я уже сколько раз ему говорила, вот будешь на работе, я найму, там, узнаю, кто бы это. А он мне говорит, ну-ка попробуй, только попробуй. Я говорю, да, да, попробую. Вот так вот. Да, больнойская папка, ну, скажи, такой, нехалюсий человек. Пойдем домой, все. Да, домой? Травку кушай. Ну, покушай травку. Пускай травку покушает. Замерз, трясется весь. Трясешься, да? Барнюшенька получил пятачок от свинюшечки, да? Вкусненький? Ага. С удовольствием грызет. Нравится, он очень любит, прям очень. Такой, скажи, вкусный. Это, скажи, завтрак у нас такой вкуснячий. Скажи, пятачок вот такой. Дай, мам, посмотрю, что за пятачок. Дай, посмотрю. Ну, не рыкай, не рыкай. Да я не заберу уже, не бойся. Смотрите, как боится. Что боится, пляп как? Не бойся, не бойся. Мама ж не заберет. А что-то у тебя красная кровь, что ли, здесь? Или что-то такое? Смотрите, что-то красное. Ликушел что-то. Ой, барнюшка. Ой, как вкусно. Пятачок-то какой свинячий вкусный, да? Ой, ой. Те-те-те. Ой, господи, ребёнок. Ой, как нравится. Ой, как нравится. Что-то кровь, правда. От чего кровь, непонятно. Или выпачкала. Или, может, упала что-то. А, наверное, гранат. Муж гранат кушал. И он эту штучку подобрал, наверное, себе сюда притащил. Всё понятно. Ой, как вкусно. И тебе так вкусно, что ли? Ой, как глядём-то. Ой, всё. Всё, пятачка скоро не будет. Это, ребят, сухой пятачок такой высушенный. Кто-то написал, ой, как это там страшно или что. Но это же, господи, вы же тоже свинину кушаете. Что тут страшного? Курочек кушаете, свинину кушаете, говядину кушаете. Это же для животных делают. Ну, что тут такого? Ничего такого нет. Это еда для собачки. И для нас также. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...